МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева. И Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите. Для комфорта и безопасности глава округа проверил ход капитального ремонта 2-й кубинской школы. Детский отдых. Андрей Иванов встретился с представителями летнего лагеря «Радуга» и обсудил особенности подготовки к сезону. Исторический объект. Глава муниципалитета осмотрел историческое здание в Голицыне, где планирует разместить краеведческий музей. Майский вернисаж. В 1-й Денцовской библиотеке открылась выставка картин. И детский автор России в Доме культуры Горки-10 прошел полуфинал конкурса исполнителей песен. 22 мая 1856 года считается днем основания Государственной Третьяковской галереи Национального музея русского изобразительного искусства. Павел Третьяков посвятил его созданию больше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально. Благодаря этому в коллекцию попали лучшие произведения. В 1881 году галерею открыли для всеобщего обозрения, а спустя 11 лет Третьяков принес свое собрание в Дар Москве. Что еще произошло в этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 22 мая 1524 года заложили монументальный пятиглавый собор Смоленской иконы Божьей Матери. Собор основали по обету великого князя московского Василия Третьего в память об освобождении в 1514 году старинного русского города Смоленска от господства Литвы. Главный престол собора освящен в честь одной из величайших святынь Древней Руси Смоленской иконы Божьей Матери. 22 мая Русская Православная Церковь отмечает память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мерликийских в бар. Это празднование установили еще в 1087 году. Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и Православный мир. Но именно в России даже далекие от церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого святого. Также сегодня Международный день биологического разнообразия Всероссийский день бассейновой индустрии и день рождения тюбика для зубной пасты. 22 мая родился знаменитый британский писатель и автор исторических романов Артур Конан Дойл. Он окончил медицинский университет и даже недолго проработал корабельным врачом, но позже решил заняться исключительно литературной деятельностью. Начал публиковать рассказы, а затем написал два романа, среди которых был этюд в багровых тонах о сыщике Шерлоке Холмсе. Также сегодня день рождения актера и продюсера Андрея Чадова и певца и музыканта Сергея Жукова. К новостям округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта второй кубинской школы. За 55 лет эксплуатации здание пришло в упадок. Строителям необходимо провести работы от стяжки полов до ремонта кровли и коммуникаций. Репортаж нашего корреспондента. Здание школы имени Героя Советского Союза Василия Безбородова построили в 1968 году. За 55 лет эксплуатации в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Внутреннее состояние и внешний облик от фундамента до кровли перестали соответствовать нормативам комфортного пребывания в учебном учреждении. Сегодня силы подрядной организации направлены на то, чтобы вернуть строению первозданный вид. Процесс капремонта глава округа Андрей Иванов держит на личном контроле. Основные работы демонтажных у нас завершены. Подровли осталось снять. Деревянные конструкции. Грамзит, стяжки, всю тяжелую работу сделать. К выполнению ремонта приступили в начале марта. За это время провели демонтажные работы, стяжку полов на втором и третьем этажах, приступили к кровле и коммуникациям. На объекте в две смены трудятся 90 человек и две единицы техники. Постепенно подрядчик наращивает мощность, увеличивает количество рабочих на объекте до проведения отделочных работ. По штукатурке, по отделочным работам, рекомендации подрядчик принимают. Вот ровно неделю назад картинка была совершенно иная. Сейчас уже продвижение, динамика за неделю, она ощутимая. Планируем до конца мая приблизиться к 40%. Я в отчетах видел, что и ночная смена есть. На демонтаж проводили ночную смену, чтобы успеть выполнить эту тяжелую работу. Капитальный ремонт здания проводится в рамках президентского проекта образования. До завершения работ всех учеников перевели в Акуловскую школу. Ремонт должен закончиться к концу июля, потому что после капитального ремонта все классы надо убрать, привести в порядок, расставить мебель, чтобы дети с 1 сентября могли приступить к своим учебным занятиям. Дмитрий Потапкин, Елена Краева, телекомпания «Одинцово». Детские лагеря готовятся принять своих маленьких шумных отдыхающих. В Подмосковье начинается летняя оздоровительная кампания. Свои рекомендации по подготовке лагерей к приему детей озвучил Андрей Воробьев. Глава округа Андрей Иванов посетил лагерь «Радуга», где с представителями администрации детского учреждения не обсудил особенности подготовки. Полина Бахова расскажет подробнее. До окончания учебного года остались считанные дни, и родители уже озадачены организацией летнего досуга. 29 мая по всему Подмосковью начинается летняя оздоровительная кампания. Губернатор Андрей Воробьев призвал уделить подготовке детских лагерей особое внимание. Наша задача – максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны быть максимально активно задействованы в отдыхе. Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной. Как проходит работа по подготовке таких учреждений к летнему периоду в нашем округе, глава муниципалитета обсудил в ходе выездного совещания, посетив детский лагерь «Радуга» в деревне Пронская. На территории округа будет работать пять оздоровительных лагерей. Мы ожидаем, что кампания в этом году затронет порядка 24 тысяч ребятишек, в том числе и детей из семей участников специальной военной операции, также из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Главный фокус на безопасность, условия проживания и нахождение на территории, а также подъездные пути должны соответствовать наивысшим стандартам. В этом году льготные путевки смогут получить не только ребята из малообеспеченных семей, но и дети участников спецоперации. В численности детей в округе, от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3703 ребенка. Детей от 7 до 15 лет и семей участников СВО – это иммобилизованные военнослужащие, то есть у всех категорий, мы их называем одним термином, участники специальной военной операции, проживающих в городском округе – это 438 детишек. В лагере «Радуга» к приезду детей все готово. Помимо обеспечения комплексной безопасности и проведения благоустройства территории, подготовлен медпункт, завезена новая комфортабельная мебель на кухню. А еще в этом году дети смогут заняться выращиванием растений. Готовим новую зону, зону огорода. Там размещены робатки и маленькая теплица, где мы посадили салаты, зелень на одной робатке, а в остальных ждем детей. Когда ребята подъедут, мы вместе с ними посадим зелень, возможно, цветы. Организовать детский досуг в округе в этом году планируется для 86% ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Подробная информация о лагерях, включенных в реестр организации отдыха детей и их оздоровления по Московской области, представлена на портале camp.mosrek.ru. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». А теперь к новостям региона. Для выпускников 9-11 классов 20 июня в колледжах и техникумах Подмосковья стартует приемная кампания. Для поступления необходимо через портал государственных или муниципальных услуг подать заявление, приложив ряд документов. После этого на сайте колледжа отслеживать свой рейтинг, а попав в число поступивших, до 15 августа принести в учреждение оригиналы документов. О других новостях региона расскажем прямо сейчас. С 22 по 28 мая в Подмосковье пройдет неделя предпринимательства, приуроченная ко Дню Российского предпринимателя. В ее рамках ежедневно будут проходить различные лекции, семинары, круглые столы, форумы, выставки и фестивали. В подготовке к празднику задействованы все муниципалитеты области. Специалисты областного Мининвеста также станут активными участниками мероприятий, в ходе которых предприниматели смогут напрямую обсудить актуальные вопросы ведения бизнеса в Подмосковье. В медорганизации Подмосковья поставлены 9 новых фитальных мониторов на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Они предназначены для проведения диагностических исследований беременным женщинам. С их помощью проводится КТГ-исследование. Аппарат измеряет сердечную деятельность плода, фиксирует сокращение матки и выявляет патологические изменения. Новые аппараты более современные и легкие в использовании. С начала 2023 года на региональном портале оформили 14 тысяч заявок на путевки в детские лагеря. Отдохнуть бесплатно могут дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Такая путевка полагается один раз в год детям из малообеспеченных или многодетных семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Услуга Организация отдыха детей в каникулярное время доступна на региональном портале Госуслуг. Результат поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней после подачи заявления. Краевический музей в Голицыне планируют создать в историческом здании города. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с инициативными жителями и осмотрел строение. Теперь предстоит большая работа по его реконструкции. На встрече была и наша съемочная группа. Татьяна Леонидовна, жительница Голицына, знает все о своем городе, который был создан семейством князей Голицыных, как город-сад. Здесь жили и работали более 400 русских и советских поэтов и переводчиков. Располагался дом творчества писателей, который появился раньше, чем в Переделкине. Другие интересные факты из истории города жители узнавали из Голицынского альмонаха. На предыдущих встречах с главой муниципалитета Андреем Ивановым Татьяна просила поддержать издание второго номера сборника. Этот альмонах единственный в стране, в котором жители города нашего пишут историю своих семей. Историю того, как они стали голицынцами. А так как история Голицына богата именами, выпускать такой альмонах – одно удовольствие. В этом сборнике собраны истории жителей о своих семьях и очерки об известных исторических личностях. Например, о меценате и основателе Кустарного музея в Москве Сергея Морозове. Именно он построил здание на Советской улице в 1889 году на средства для конторы Веземского складочно-потребительского общества лозоплетения. Продукция, которая выезжала за границу, представляла Россию – это плетеная мебель Веземского складского потребительского общества Голицына. А 1700 наименований. Да, 1700. У нас много таких. Я сейчас так не вижу. В чем уникальность? Это всесословие. Потому что эту мебелью пользовались цари, простые люди. Но самое интересное, что она имитировала шикарную мебель. Она была из простых плетеных предметов, вещей, но имитировала шикарную мебель. Вместе с инициативными жителями Голицына Андрей Иванов осмотрел историческое здание, в котором можно создать городской краеведческий музей. Что делаем? Мы делаем музей. Но город Голицын, он же в историческом ментальнисте всего уезда. Почему я не поступал? Мы еще не приступали. Мы со всеми правовариями вопросами закончили. У нас сейчас подвал передается. Исторический объект в Голицыне в конце прошлого года распоряжением главы муниципалитета передали Одинцовскому историко-краеведческому музею. Концепция еще пишется. Она еще в стадии разработки. Сегодня мы представляли главе первые цитаты этой концепции. Но, тем не менее, работа сейчас ведется. Передается здание. Здание, вернее, уже передано. Сейчас передаются прилегающие территории. Стена, которую вы видите, историческая, сохраненная. Здание и стену необходимо реконструировать и вернуть им исторический облик. Но для начала здесь проведут полное обследование и разработают проект. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. К столичным новостям. Москвичей приглашают на экскурсии и мастер-классы в рамках акции «День без турникетов». Можно будет посетить почти 150 компаний, фабрик и технопарков. Горожане увидят бизнес-процессы изнутри и узнают, какие специалисты в них задействованы. Акция пройдет с 22 по 28 мая, а приурочат ее к Московской неделе предпринимательства. Что еще интересного происходит в столице, узнаем прямо сейчас. 26 мая в столице пройдет деловой форум. Программа рассчитана как на начинающих предпринимателей, готовых развиваться за рубежом, так и на действующих экспортеров, которым необходимо расширить географию и закрепиться на новых рынках. Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте форума. Количество участников не ограничено. Мероприятия проведут в рамках Московской недели предпринимательства. Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло почти в полтора раза. Столичные предприятия выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, антибиотики и вакцины. В столице выступят театральные коллективы со всего мира в рамках Чеховского фестиваля на улицах Москвы. Жители и гости столицы смогут бесплатно увидеть на улицах города выступления как участников театрального фестиваля, так и специально приглашенных коллективов. Мероприятия будут проходить с 20 мая по 20 августа. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите. Майский вернисаж. В Ярводенцовской библиотеке открылась выставка картин. Детский автор России в Доме культуры «Горки-10» прошел полуфинал конкурса исполнителей песен. Новости онлайн. О событиях округа, которые обсуждают в соцсетях, расскажем в нашей рубрике. Выставка картин открылась в Первой Одинцовской библиотеке. Здесь представлены работы художницы Натальи Панфилова, а также картины учеников из арт-студии. Вернисаж открыт для всех желающих до 15 июня. Репортаж с открытия выставки Екатерина Крамор. Наталья представляет свои картины на вернисаже в Одинцовской библиотеке номер один. Она работает главным бухгалтером, но творчество неразрывно связано с ее жизнью. Рисование уже давно стало главным увлечением, на которое вдохновляет семья и окружающий мир. Да, это моя долгожданная выставка. Картины здесь собраны в течение всей, наверное, моей такой сознательной жизни. Хочу сказать, что обучаюсь я сама. У меня нет художественного образования, но я всю жизнь совершенствуюсь. Наталья создает картины в технике батик и пишет маслом. Некоторым ее творениям уже более 25 лет. В будущем на своих полотнах хочет изобразить море или океан. Другая часть выставки – итоговые работы учеников, которые занимаются в арт-студии и библиотеке. Здесь каждый смог прикоснуться к искусству и любителей, и те, кто впервые в жизни взял в руки кисть. То есть я горжусь своими учениками. Это очень интересный процесс наблюдать, как росло наше дело и во что это все обернулось. Вот такой красивой выставкой. Для Виктории рисование – своеобразная арт-терапия. Всего несколько занятий, полет фантазии, и уже получились первые картины, которые она смогла представить на выставке. Потому что, когда ты рисуешь, выделяются определенные гормоны счастья у нас, а гормоны стресса, они снижаются. Тебя захватывает этот процесс, и ты невероятно получаешь такую энергетику творческую. Увидеть картины и прикоснуться к прекрасному успеет каждый. В первой библиотеке выставка будет работать целый месяц. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. А в Доме культуры Горки-10 прошел полуфинал конкурса «Детский автор России». Это бесплатный проект Леонида Агутина, который собрал исполнителей песен в возрасте от 13 до 19 лет. Этот этап состоялся после отборочных туров по городам страны. На мероприятие побывал и наш корреспондент. Ребята из группы «Чувство юмора» занимаются вокалом уже не первый год, а также исполняют рок. Продемонстрировать свое мастерство на Всероссийский конкурс «Детский автор России» или сокращенно «Дар» в Дом культуры Горки-10 юные участники приехали впервые. На самом деле мы очень сильно переживаем. Иногда смотрим на ребят, думаем, он круче меня. Но все равно люди очень приятные. Мы с некоторыми уже сдружились. Прям классно. Приятно. В Доме культуры на протяжении трех дней проходил отборочный тур конкурса. «Детский автор России» – бесплатный проект Леонида Агутина, в котором приняли участие юные исполнители в возрасте от 13 до 19 лет. Я не знаю, что сказать. В них моя душа. Я думаю, мы разовьемся в хороший большой конкурс и будем стимулировать, мотивировать авторов на какие-то интересные вещи. Мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге конкурс давал возможность исполнять много разного интересного, чего невозможно сочинить сейчас для радиоэфира, грубо говоря, или там для какого-то быстрого хайпового успеха. Победители по итогам двух очных этапов отправятся на форум Агутина в Сочи. Там в июле пройдет финал конкурса «Дар» и состоится телевизионная съемка концерта финалистов. Екатерина Крамур, телекомпания «Одинцова». Специалисты разработали технологию изготовления стройматериалов из борщевика. Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Уже изготовлены опытные образцы перегородок и потолочных акустических панелей. Материал делают из смеси борщевика сосновского и модифицированного гипсового вяжущего вещества. О других новостях России смотрите далее. Землетрясение интенсивностью 2-3 балла произошло в Сочи в Черном море недалеко от берега на глубине до 5 метров. Жители и туристы ничего не почувствовали. Никто не пострадал и разрушений нет. На курорте подобные ЧП встречаются довольно часто. Демографическая ситуация в России по-прежнему остается тяжелой. Так называемые демографические ямы преследуют нашу страну в связи с Великой Отечественной войной и 90-ми годами. В настоящее время в России действует целый набор мер по поддержке рождаемости, но прироста населения по-прежнему не наблюдается. Телефонные звонки от мошенников доставляют неудобства и часто большие проблемы для россиян. Чтобы сократить их количество, специалисты советуют завести два номера телефона. Один для рабочих звонков, другой исключительно для покупок в интернете. Однако такой способ не спасет, если случится утечка баз данных номеров. Кроме того, он неэффективен против звонков от ботов, которые набирают случайные номера. Если злоумышленники все же дозвонились, эксперты рекомендуют не вступать с ними в разговор. В 2024 году в Звенигороде установят аппарат магнитно-резонансной томографии. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В апреле этого года прошло совещание по вопросам комплексного благоустройства и развития города. По итогам обсуждения он дал и ряд других поручений. Об этом сообщает в телеграм-канале Одинцова Оперативно. О других новостях, которые обсуждают в социальных сетях округа, смотрите в нашей следующей рубрике. В Лапине построят новый бизнес-парк. Здесь будут офисы, гостиница, фитнес- и оздоровительные центры, магазины и рестораны. Строительство объекта планируют начать уже в этом году, а завершить в 2026. По плану в бизнес-парке появится около 370 новых рабочих мест. Об этом сообщает Одинцова Оперативно. 15 детей-сирот из Одинцовского округа впервые посетили свои новые квартиры. Они расположены в Звенигороде, в них качественный ремонт и прекрасный вид из окна. Четверо ребят уже совершеннолетние и ожидают получения ключей. Об этом пишет телеграм-канал «Про округ». По итогам первого квартала 2023 года Одинцовский округ занимает первое место по Московской области в рейтинге предпринимательского климата. Среди факторов, которые подлежали оценке, были ключевые значения эффективности центра «Мой бизнес» и объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках поддержки бизнеса. Об этом сообщает телеграм-канал «Иванов Лайф». Как известно, перелетные птицы хорошо ориентируются в пространстве, то есть чувствуют, где находится юг, а где север. Эта способность объясняется тем, что они чувствуют магнитные поля Земли, то есть фактически имеют встроенный в организм компас. Как показывает недавнее исследование, шестым чувством теоретически наделены все живые существа на Земле, в том числе и люди. Вполне возможно, что способность чувствовать магнитные поля когда-то помогала выживать и нашим предкам. Какие еще события происходят в мире, расскажем в нашей следующей рубрике. Международная группа астрономов открыла новую экзопланету. Анализ показал, что она содержит в своем составе железо и силикаты в той же пропорции, что и Земля. Однако гораздо менее плотная, чем наша планета. Низкая плотность может быть связана с присутствием там значительного количества летучих элементов. Экзопланета вращается вокруг яркой звезды, которая почти в два раза уступает по размеру и массе нашему Солнцу. А равновесная температура на ее поверхности оценивается примерно в 185 градусов по Цельсию. Ученые обнаружили метановый вулкан на дне Баренцева моря возрастом 18 тысяч лет. Он находится внутри большого кратера, на его склонах живут различные подводные обитатели. А сам вулкан беспрерывно извергает грязь и метан. Находка, по мнению ученых, может представлять опасность, так как Баренцево море считается самым быстро нагревающимся на планете. Ученые впервые смоделировали процесс, который происходит в мозге, на начальных этапах развития старческой деменции. Для этого они разработали искусственный вирус. Испытания на мышах подтвердили теорию о том, что причина возрастных расстройств – действие свободных радикалов в нервных клетках. Именно такое действие и оказывает новая разработка. Это открытие позволит на ранних стадиях диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона. Уже сейчас на предложенной модели можно тестировать препараты от возрастных заболеваний мозга. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурная дождливая погода. Днем 17-19 градусов тепла, ночью около плюс 13. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка повышенное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 78%. Геомагнитная пуля неустойчивая. Мы желаем вам прекрасного начала рабочей недели. Удачного вам рабочего дня сегодня и хорошего вечера. С вами были Наталья Гончарова и Ольга Дмитриева. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!